Вот у нас, друзья, для теста используются именно старинные кованые плоские гвозди. Один без шляпки, один со шляпкой. Их размеры, расстояние до монеты. Монета используется 20 копеек, белончик серебро 500 пробы 1915 года. Расстояние примерно, размеры гвоздей. Вы можете все оценить, если кто-то захочет дома сам повторить подобные тесты. Вы сможете сами убедиться в объективности моих тестов. Включаем легенду. Сейчас я вам попробую показать настроечки. Так, включим подсветочку. И я вам покажу настроечки. Скорость 10. Открываем всю маску. Это я переключил на М2, ну ладно. Открываем всю маску дискриминации. Парк мульти 1. Чувствительность для квартиры, ну пускай, 23. Как это, чтобы вам было видно. Переключаемся в мульти 2. Мульти 2, скорость все так же 10. Что Universidad. Благодарю. Почемуimes на Москве. По… Парк мульти 3. Там парк мульти 2,, скорость вас. вплотную между гвоздей опускаю на монету вот если нам чуть-чуть поближе сделать то наверное уже и разнюхать не получится это был парк ну давайте для чистоты эксперимента переключимся в поле откроем всю маску дискриминации также скорость 10 мульти 1 мульти 1 даже разнюхать не получается и как вам там видно мульти 2 мульти 2 скорость 10 очень тяжело может кто-то думает давайте ради интереса скорость изменим на 8 это добавить глубины выключаем прибор я думаю все понятно включаем друзья deus 2 версия 0.7 прошивочки покажу вам сейчас настроечки моя программа мусорка основанная сейчас я чувствительно соберу я тут просто в железе держу блок сам чувствительность мы уменьшим допустим до девяносто ну давайте девяносто четырех девяносто да хоть и до девяносто ребят 92 там у нас было 22 давайте до 90 это на основе программа 3 чувствительная полифония частотный сдвиг уровень железа 1 скорость 4 звуковой отклик 5 дискрим минус 6 и 4 профи полная тона отсечения будто пробок от бутылок 0 метка выключена беззвучный 3 полная тона отсечения об effор на полная тона А давайте-ка постебемся. Это у нас была, как вы видели, скорость 4, скорость 3. Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, дорогие подписчики, здравствуйте, уважаемые гости канала. Сегодня я хочу записать долгое, подробное такое, где буду рассказывать с чувством, с толком и с расстановкой, чтобы те, кому это нужно, действительно, просмотрев целиком 2-3 раза и предельно внимательно это видео, вслушиваясь в каждое слово мое, узнали, актуально ли сравнивать и правильно ли это Nocta Macro Legend и Deus 2, и какой же из этих детекторов лучше. Также в этом видео я затрону некоторые другие металлодетекторы, немножечко и о них поговорим, очень поверхностно. Значит, поехали. Ребят, как я уже, в принципе, и говорил в своих предыдущих видео, Deus 2 на сегодняшний день является самым совершенным металлодетектором. Он лучше всех остальных существующих металлодетекторов на рынке во всем, вообще во всем, по всем параметрам. То есть это отдельный сверхдетектор, если можно так выразиться, сравнивать с которым все остальные металлодетекторы не имеет никакого смысла. Это, знаете, коротко. Кто-то дальше может уже не слушать и не смотреть. Вот. Если же мы будем говорить детально, Nocta Macro Legend. Объективно, мне прибор понравился. Я уже провел энное количество всевозможных тестов домашних. Разумеется, сравнивая его с возможностями Deus 2 в одинаковых условиях. С Deus 2 у меня уже порядка 25-30, наверное. Ну, 25, чтобы не обмануть, выходов по 3-4 часика. Я копаю каждый день, но по 3-4 часика. С Nocta Legend 2 выхода, 4 и 5 часов. Один выход я принципиально погулял 4 часика с 11-й катушкой. У меня, как вы знаете, ProPack. Вчера погулял часиков 5 со снайперкой. Что я могу сказать по поводу Nocta Macro Legend. Друзья, детектор за свои именно деньги, те, которые он стоит, однозначно достойный, однозначно классный, однозначно интересный. На самом деле, получаем мы немало за те деньги, которые он стоит. Он мультичастотник. Как ни крути, это тренды последнего времени. Он водонепроницаемый. Это очень важно. Я считаю, что не только для меня, как человека, который сильно увлечен преимущественно поиском в воде. Там даже пусть по грудь я хожу в гидрокостюме. Но и для человека, каких, кстати, очень мало встречаются, которые так же, как и я, ради своего любимого хобби отказались в жизни от всего, разумеется, уволились с работы и так далее, и тому подобное, чтобы копать хотя бы каждый день, хотя бы 27 раз в месяц. 30 раз, честно вам скажу, надо хотя бы 3 выходных в день, потому что устаешь очень сильно. Вот. И даже если вы не лазите в воду и копаете каждый день, я не знаю, конечно, как для кого, но вот лично я прихожу с копом, мы же его кидаем, там распашка бывает, после дождей, или сейчас, как весной, грязь эта вся, вода. Он весь грязный. Мы его грязными руками берем. Мы жмем в земле, в грязи, в липкой, у нас перчатки. Мы жмем тут лапаем по клавиатуре, по дисплею, где-то откладываем его в сторону, он вот так, бух, переворачивается там. То есть он весь грязный. Ну, вот я не знаю. Может быть, я знаю, что для кого-то, вот я много смотрю зарубежных блогеров, есть такие, у кого все время они в говнище, приборы. Ну, они, я так понимаю, живут в своем доме, а не так, как я, в квартире. Ну, и где-то его угол в прихожей бросают после копа, а завтра берут опять, и так и с грязным с ним и пошли. Для меня это неприемлемо, несмотря на то, что прибор все время в работе, он в земле, в воде, в грязи. Ну, я хочу прийти и его в комнату поставить чистым, чтобы с него не сыпалась грязь. Ну, не сидеть же мне два часа или три часа с кисточкой какой-то. Или с тряпкой протирать, кто-то скажет, когда здесь песок, и царапать по дисплею, по всему. Самый безопасный способ и самый быстрый, самый простой. Вот я два раза с ним был, я два раза прихожу, сразу его в ванную кидаю, душ открываю, и душем со всех сторон, везде абсолютно, вот, все сбивается, вся грязь, весь песок, и не царапая дисплей, смывается просто. Если вы не лазите в воде и копаете, как я, каждый день, и не хотите оставить его в комнате, там, в чистой квартире, чтобы земля с него сыпалась, чтобы он дома был чистым, это самый оптимальный способ. Постоянно, каждый день, хотя бы эти 170-200 раз в году, как вот выходов у меня, 170-200 в году, мыть его в ванне под душем. Вы понимаете, да? Уже сейчас, мы еще сейчас перейдем к конструкции, к надежности конструкции, уже мы понимаем, те, кто топят за Эквинокс, что Эквинокс, в принципе, не пригоден для поиска, для поисковика настоящего, который хотя бы 170 раз в году копает, и не хочет это с кисточкой, вот так, или грязным его ставить, а каждый, эти 170-200 раз в году, приходит, кидает его в ванную, и душем хорошенечко, со всех сторон, и в динамик, и везде, вот здесь, вот по дисплею, обмывает его душу. Я думаю, что, чтобы поисковику настоящему пользоваться Эквиноксом, это надо их пять на год купить. Пять на год! Если кто-то из владельцев Эквинокса со мной не согласен, пожалуйста, будто вы блогер, может быть, имеющий Эквинокс, и не согласны со мной, что Эквинокс не боится воды, хоть и заявлен, как водонепроницаемый. Я думаю, эксперимент этот будут смотреть очень много людей. Очень простой контент, на пару минут, 30 серий каждый день. Каждый день, даже если вы не были на копе, опустите его в ванную, и со всех сторон, под напором, с душем промываете. 30 дней, один месяц, эксперимент. Я думаю, и подписчиков вырастет количество, и все такое. Что будет с Эквиноксом? Проживет ли он эти 30 дней просто мытья под душем? В течение минуты. И контент очень легко такой записать. Он даже монтажа ничего не требует. Вот, и записывается одну минуту. И, кстати, большинству поисковиков обычных, среднестатистических таких, у кого это хобби выходного дня, а то еще и не каждого выходного дня, а раз в две недельки. Вот 30 этих самых дней помыть под душем, это 30 выходов у такого обычного, ну, не фаната, в году. Вот человек хотя бы будет знать, что куплю Эквинокс, и с большой долей вероятности, что с ним произойдет, если я его просто под душем буду мыть. Я уже не говорю про поиск Квея в воде, как я, когда я хожу по грудь, и он полностью с блоком под водой находится на протяжении 4-5 часов. Надо, если повезет, 5 Эквиноксов. Далее, компактность. Конечно, с 11 катушкой. Он, ну, она сама по себе больше, и места он занимает больше. Со снайперкой, вот если кому-то, как мне, для работы в воде, кинул в багажник, да даже куда угодно его можно положить, даже на полку под заднее стекло, он везде поместится. Раскладывается, складывается, он элементарно, очень быстро, ну, вы поняли. Эквинокс так компактно, увы, не сложишь. Надежность конструкции. Опять, если вы поисковик редкого выходного дня, и у вас 20 выходов в году, где вы аккуратненько, тихонечко, по ровному полю походите, 3 часика, и все, то, в принципе, Эквинокс у вас какое-то время проживет. Если вы не забыли, после того, как за 1000 долларов купили прибор, докупать к нему отдельно усилителю шеи, возможно, вот этот вот подлокотник усиленный, там, дуть на него, там, возможно, подойдет. Поисковику, у которого 200 выходов в году, Эквинокс не подойдет. Нужно быть безумно богатым человеком, чтобы столько менять Эквиноксов, катушек со сломанными ушами, подлокотников. Ну, это просто... Ну, вы меня поняли. Вот. Так же, лично для меня, как для вас, пишите сами. Ну, по мне, это мне самого себя не уважать. Если купить прибор фирменный, брендовый, за 1000 долларов, и еще какие-то отдельно там пластиковые усилители у 6D-принтера, покупать, колхозить вот это все. Штанги отдельно за бешеные деньги есть, карбоновые. Если производитель Мейнлаб не способен штангу сделать нормальную, то сторонние производители и умельцы способны. Вы можете еще за бешеные деньги купить карбоновую вот такую телескопическую штангу на Эквинокс. То есть, Эквинокс, ребят, вот мое мнение, если поисковик, прям фанат, если вот искать хотя бы 4-5 раз в неделю, и, как говорится, с марта и по декабрь, Эквинокс ну никак не подходит. Даже если на него сделать цену 500 долларов, а не 1000, он не подойдет. Их надо 5-6 штук на год. А если мы увлекаемся поиском 15 лет, ну вы что, шутите? Вот. Эквинокс отметается именно поисковиком для домашних тестов каких-то, для выхода там раз в 2-3 недели на 3 часика аккуратненько, да, годится. Поисковику нет. Далее. То есть надежность конструкции. В принципе, здесь конструктив симплекса. Ни для кого не секрет. Симплекс уже зарекомендовал себя как очень надежная машина, которая практически никогда ни у кого не протекает. Куча людей работают симплексами в воде. И у него не ломаются ни уши, ни вот эти подлокотники. Ничего не ломается. То есть это реальный АК-47. То есть это реально автомат Калашникова. Это очень-очень надежный металлодетектор. Надежная прочная конструкция и полная водонепроницаемость. По поводу Деуса, кстати, тоже вот именно Деуса 2. Вот на него, честно говоря, еще именно фирменных и нету чехлов. Но я знаю, уже сторонние есть. Но вот я, как и многие, пользуюсь без чехла. Тоже в земле вот это все пальцами. Когда прихожу домой, я просто снимаю блок и мою его под краном. Открываю кран и под краном все обмываю. Тоже водонепроницаемый. Тоже блок чистенький все время. По поводу поисковых характеристик. Я прекрасно понимаю, все мы люди так устроены. У кого нет денег, допустим, на Деус 2, на прибор, который вдвое дороже, чем легенда, конечно нам всем. И даже если бы у меня была только легенда, каким бы я объективным не был человеком, я очень объективный человек во всем. И рыболовный канал несколько человек, буквально там 3-5 человек есть с моего рыболовного канала, которые наблюдают за мной здесь. Вот, они знают насколько я всегда объективен. Вот как есть, так говорю, было, присылал мне даже магазин, присылал за 350 долларов рыболовную катушку Абу Гарсия, в целом хорошую, но у нее было пара косичков, и я такую онь поднял на весь интернет, я так обосрал и производителя, и эту катушку, и все. И заставка была в мусорном ведре, в мусоре эта катушка была сфотографирована на заставку. Это когда мне прислали, ну как вот хейтеры любят говорить, бесплатно за рекламу, вот такую рекламу сделал катушки. Что говорить, когда вот эти вот приборы никто мне не присылал, ни за рекламу ничего не платил, ссылок ни на кого, ни на какие магазины я не оставляю, это исключительно мои приборы. Ну уж я тем более буду объективен. сравнивать по возможностям Деус 2 и легенду не стоит. Легенда по всем статьям проиграет Деусу. Возможно, вот прям лоб в лоб я еще сравню, вот возможно я допускаю, что по глубине в чистом месте не замусоренном и на легких грунтах, ну типа песчаный там лесной грунт, песочек лесной. Возможно, по глубине легенда и сравнится с одинаковыми катушками с 11-ми с Деусом 2. Опять же, в легком песочном грунте не замусоренное чистое место. По скорости разделения целей, по способности выделять из железа цветную цель. Деус просто в космос ушел по сравнению с легендой. Я вам сейчас маленький тестик еще покажу с парочкой кованых, плоских, ржавых, старинных гвоздей. То, что мы реально на старых каких-то, где были старые дома, поселения, в земле встречаем. С современными гвоздями вот были мои видео предыдущие. Да, даже в куче гвоздей монету выцепляет легенда. Круто, выглядит эффектно, но а где у нас в полях, где мы какие-то старые поселения обследуем? Где там современные гвозди, оконные гвозди, кто не поисковики, кто чисто пока присматривается, диванные зрители. Это совсем другое. Выделить скованных гвоздей намного тяжелее. И здесь Деус, как был королем мусорки, еще Деус 1, и Деус 2, по моему мнению, это мнение человека, который год плотно там 170 выходов отработал с Деусом 1, и сейчас уже 25 выходов отработал с Деусом 2. По разделению, по выделению цветной цели из железа Деус 2 немножечко, чуть-чуть, вот реально чуть-чуть, но превосходит Деус 1. Деус 2 превосходит Деус 1 по глубине однозначно, вот прям однозначно превосходит по глубине. Было, по мнению многих, и наверное где-то не безосновательно. Мнение, что слабая сторона Деуса глубина, но я бы не сказал, что это так. Нормальный он такой, нормальный середнячок Деус 1 по глубине, при правильных настройках. 4 килогерца буст, чуйка 99, скорость там 1-2, ну и так далее. Шумодав минус 1, нормальный он по глубине, но Деус 2 глубже. Деус 2 глубже, Деус 2 последние тренды мультичастотник, сравнение Деуса 1 и Деуса 2. Деус, у Деуса 2 по моему мнению реально есть из 14 программ, которые предустановлены, ну как минимум 4, они прям разные совершенно программы, вот прям совершенно разные частоты, алгоритмы используют, они реально отличаются друг от друга, в отличие от Деуса 1, где я один раз условно на основе 6 программы в Деусе 1 сделал свою озвучку, а уже скорость отклика там менял, замусоренное место, сильно замусоренное или чистое, ну и какие-то еще параметры менял, и в принципе я считаю за исключением программы золота в Деус 1, она отличается от всех остальных, все остальные программы там по сути все одно и то же, и частоту мы можем менять, и скорость отклика можем менять, ну все остальные параметры, на основе какой программы подстраиваться под условия не имело значения, за исключением золота программы, вот здесь реально разные программы, то есть преимущество перед Деусом 1 все-таки есть, преимущество перед легендой однозначно есть, по работе на мусорке, по выделению цветной цели из железа, по разделению целей скорости превосходит Деус 2, еще недостаток, со легендой, со снайперкой катушка в принципе, вот я вчера 5 часов отходил, нормально, нормально, тяжелее, чем Деус, легенда со снайперкой тяжелее, чем Деус прям вот с блоком, вот, прям совсем, скажем так, и с 11-й катушкой, и эргономика, развесовка, то есть, с 11-й катушкой блок нацеплен, водонепроницаемый, с Деусом намного меньше устает рука, чем с легендой со снайперкой, но, в целом, приемлемо, нормально, если же мы цепляем, никто об этом, я как-то не слышал, чтобы кто-то из блогеров об этом говорил, легенда с 11-й катушкой, реально тяжелый и не очень хорошо сбалансированный прибор, три часа после Деуса, вот, я привык к Деусу, у меня рука, ребят, отваливалась, я реально, я уже не знал, что придумать, я впервые, после того, как с Деусом работал, начал пробовать менять в правую руку лопату, в левую руку брать прибор, махать левой рукой, менять руки через три часа, потому что, ну, прибор тяжелый, и самое интересное, он тяжелый даже на фоне симплекса, по конструктиву которого он сделан, и именно как-то вот перевес, вот я не взвешивал еще, 11-ю катушку симплекса, просто лично у меня его нету, и 11-ю катушку легенды, мне кажется, именно катушка тяжелее, на 100 грамм, заявленный вес легенды 1,4 кг, заявленный вес симплекса 1,3 кг, и в руках, когда мы машем симплексом и легендой, это прям ощутимо, то есть, если кто-то хочет даже с Деуса 1 полностью перейти, например, продать Деус, купить легенду, по эргономике, по весу вы прям, ну, прям почувствуете, что вы проиграли, прям вот, по работе именно в ковре старого железа, кованые гвозди, там, ржавые, все такое, тоже проиграете, поменяв Деус 1 даже на легенду, выиграете в чем? водонепроницаемость, даже если вы вот в воде захотите полазить, там, поискать в воде, все-таки с Деусом 1 нужны танцы с бубном, в чехол водонепроницаемый блок, нацепили сюда, проводок тут этот зацепили, за чехол тут намотали проводок, тут вот изолентой перемотали, это в Деусе 1 вот вы приехали на место, вышли с машины, надели забродники, допустим, или гидрокостюм, с легендой вы просто телескопические штанги разобрали за 10 секунд и пошли в воду, с Деусом 1 так же, как и с Симплексом, кстати, ну, с легендой, быстро, все, начали работать в воде, у меня Валера в воде работает с Симплексом, а я работал вот прошлый год, с Деусом 1, я знаю, что Валера уже в воде, а я мотаю эти проводочки, цепляю блок этот сюда, изолентой приматываю вот эти вот, прикрепить проводочек к катушке там сюда, короче, Валера уже в воде работает 10 минут, я там на берегу колдую с Деусом 1, здесь вы сразу получаете водонепроницаемый прибор, который довольно компактно и быстро складывается и раскладывается, приехали на место, чик-чик-чик-чик, 10 секунд вы пошли в воду работать, есть мультичастота по сравнению с Деусом 1, все-таки, ну, последние тренды, где-то, как-то там, все-таки, в определенных условиях, особенно кому, соленая вода, либо особо минерализованная, тяжелая, какие-то грунты, но все-таки мультичастота имеет преимущество перед моночастотами. По весу проиграете, те, кто хочет Деус 1 поменять на легенду, по эргономике проиграете, а это, на мой взгляд, это очень прям существенный тоже фактор. Даже сколько времени в кайф, именно в удовольствие вы сможете ходить с Деусом 1, да хоть целый день, и рука не устанет, и болеть не будет. И с легендой с 11-й катушкой через 3, ну, максимум 4 часа все, вы уже, вам или отдых потребуется, перекур какой-то на 40 минут, там, либо вообще вы не захотите больше искать. Я вам объективно говорю. Не надо мне там вот эти сказки, о, там мужик здоровый, что ты дохлый, там, здоровый мужик должен этой оглоблей махать, а потом эти здоровые мужики с больными суставами плечевыми проблемы имеют, об этом вы не слышали. Те же, кто захочет перейти на легенду со старых динозавров, которые весили 2 плюс, килограммов, Е-Трак, ЗОЗОЦИТЫ ИХ-3030 там, ну и им подобные тяжеленные динозавры, да, перейдя с 2 килограмма 400 грамм на прибор весом 1 килограмм 400 грамм, вам покажется, что все класс, стало легче, и уже даже можно вот этот хомут на шею, на который подвешивается прибор, как это делалось с ЦТХ-3030, если долго нужно работать, или с Е-Траком, или с White Spectrum V3i, один из моих комрадов, уже пожилой человек, ну вот не отказывается от спектра на него тоже на подвесе, на шею, после этих динозавров, да, будет класс, все, ну и в целом мне, еще раз я повторюсь, мне, вот, мое впечатление, вот, мне вообще легенда понравилась, по совокупности вот всех факторов, вот всех, надежность конструкции, ничего здесь не поломается, реальная водонепроницаемость, а не как у горя Эквиноксов, которые текут прям через один, и среди моих подписчиков есть, те, кто писали мне под моими прошлыми видео в комментариях, человек купил себе Эквинокс, вот так, как я, для работы в воде, за один сезон, три раза, три блока ему меняли по гарантии, и все протекли, все, последний раз ему третий или четвертый уже блок, за один сезон только купальный, уже когда поменяли, он продал с новеньким блоком Эквинокс, потому что понял, что на сезон их и пяти штук не хватит, если каждый день работать в воде, с Эквиноксом, вот, то есть надежность конструкции, реальная водонепроницаемость, очень компактная конструкция, особенно со снайперкой, ну, прям реально, прям реально, кто пеший, не на автомобиле, скажу вам честно, вот эта длина, все-таки в собранном виде, она вынуждает вас использовать рюкзак, ну, наверное, литров на 60, длинный, либо делим его на три части, штангу, и тогда и, наверное, в сорок пяточку войдет, может быть, даже и в тридцать пяточку в рюкзак. Еще один очень важный плюс легенды, важное достоинство. Реально классная, красиво и приятно звучащая, информативная, родная полифония. Вот полифония 60 сегментов ВДИ у нас в легенде, 60 тонов. И все они прям так ну, вы поняли, очень музыкально, очень красиво, очень информативно, ну, класс, озвучка родной полифонии, я два дня отработал с легендой на родной полифонии, какие у нее там два, четыре, шесть тонов, я даже включать не включал и не буду. это все фигня. Родная 60 тонов, класс, реально класс, озвучка, если вот у Деуса можно, ну, относительный такой минус, хотя кто уже привык и поработал с Деусом, все с озвучкой Деуса хорошо. Но вот эта озвучка, родная полифония, она будет приятна на слух, как мне кажется, и информативно большинству, я не буду говорить всем, потому что, блин, на вкус и цвет товарищей нет и все такое, но озвучка, родная полифония легенды, это вот песня, это класс, это даже мне, честно, даже больше нравится родная полифония легенды, чем родная полифония Деуса, как один, так и два, и квадрат эта озвучка, все они менее приятны и информативны, специфичны более у Деуса, чем у легенды. Вот, то есть основные достоинства. Богатая комплектация ProPack, которую я все-таки больше рекомендую, наверное, к покупке, но если, конечно, вот это не очень большая разница в цене между обычной комплектацией легенды с 11-й катушкой и, кстати, беспроводными наушниками, и ProPack все-таки с двумя катушками, плюс Powerbank, водонепроницаемый любителям путешествовать, уезжать на несколько дней куда-то на поиски, ну и все такое. ProPack все-таки предпочтительней. И те, кто уже купили себе легенду или собираются купить, все мы так устроены, повторюсь, что я говорил в начале видео, и у меня, если бы была бы только легенда, я бы цеплялся, ну так психология человека устроена, я бы цеплялся за все, что угодно и до последнего за мысль, что, а вот может быть, а вот наверное, это почти Deus 2 по своим возможностям. И я бы наверное, хоть я очень объективный человек, но я бы наверное цеплялся за эту мысль. Поэтому я как бы строго не сужу тех комментаторов, которые легенда рулит, легенда это почти тот же Deus 2, только в два раза дешевле, или есть один у меня, не знаю, он подписчик или просто зритель имеет свой небольшой каналчик на YouTube и какие-то короткие видео, чуть ли не видео ответы пытается мне снимать на мои видео, прикольный парень, хорошо к нему отношусь, я его понимаю, у него есть только легенда, по-моему, в обычной комплектации, могу путать, я его все видео не смотрел, с 11 катушкой, и он тут же пытается повторить какие-то тесты, которые я делал с Деусами, вот, если Деус король мусорки, то я и знаю, что он меня сейчас смотришь, смотришь, дружище, меня, по-любасу смотришь, а легенда тогда император, не император и не король, середнячок, по поводу скорости разделения целей, я вот еще хотел сказать, вот Эквинокс у него самая большая скорость 8, если я не путаю, насколько я помню, в легенде 10, у Деуса 5, так вот, восьмая скорость Эквинокса, десятая скорость легенды примерно соответствует третьей из пяти скорости на Деусе, а даже где-то, наверное, у легенды 2,5 соответствует Деус скорость и легенды 10, вот так сильно они отличаются по скорости разделения, другое дело, что в большинстве подавляющим случаев скорости 2,5 на Деусе, ну или 3, то есть уже жесткая мусорка 3, достаточно для работы в большинстве условий, соответственно, и скорости 8 на Эквиноксе, либо скорости 10 на Легенде, в большинстве случаев будет достаточно, кроме ковра старинного железа кованого. Там Деус нагибает и Эквинокса, у Колобаша зарубежный блогер есть, все наглядно показано через Яндекс.Браузер, там переводчик есть, сразу вам на русском все будет озвучиваться, посмотрите. Вот, ну и в начале видео я вам сейчас показал или сейчас покажу еще небольшой тест, где сравню с кованными гвоздями, как между двух кованных гвоздей, горизонтально лежащих, один гвоздь выше, один на уровне с монетой, сможет ли Легенда с шестеркой, со снайперкой на скорости 10 потягаться с Деусом 2 на скорости 3 и 11 дюймовой катушкой. Ребята, 11 дюймов и 6 это в два раза больше катушка, в два раза, это даже не девятка Деуса против шестерки, где было бы в полтора, это практически в два раза. Все, друзья, всем большое спасибо за внимание, надеюсь, те терпеливые и внимательные зрители, кому действительно нужно было вот прям разжевать про эти два и не только эти два прибора, остались довольны, получили массу информации, ну а те, кто что-то на перемотке или выключил посреди видео, они ничего не узнали и не поняли, но, видимо, им и не особо это было нужно. Так, друзья, данный тест мы будем проводить с двумя кованными старыми очень вот такими вот плоскими гвоздями, один без шляпки, другой с шляпкой и 20 копеек серебряных белончик 1915 года. По сантиметрам, что на каком расстоянии относится, если кто-то захочет там дома поэкспериментировать, примерно вот размер гвоздей и расстояние в сантиметрах, какая монета, вы все это посмотрели и сможете сами проверить, у кого есть возможности данные приборы, правду ли я показал. Вы сможете сами убедиться в объективности моих тестов. включаем легенду, так включим подсветочку и я вам покажу настроечки. Скорость 10, открываем всю маску, это я переключил на М2, ну ладно, открываем всю маску дискриминации, парк мульти 1. чувствительность для квартиры, ну пускай 23. как это чтобы вам было видно, переключаемся в мульти 2, мульти скорость все так же 10. 还是 1, 2, 2, вплотную между гвоздей опускаю на монету вот если нам чуть-чуть поближе сделать то наверное уже и разнюхать не получится не получается это был парк ну давайте для чистоты эксперимента переключимся в поле откроем всю маску дискриминации также скорость 10 мульти 1 мульти 1 даже разнюхать не получается и как вам там видно мульти 2 мульти 2 скорость 10 очень тяжело может кто-то думает давайте ради интереса скорость изменим на 8 это добавить глубины выключаем прибор я думаю все понятно включаем друзья deus 2 версия 0.7 прошивочки покажу вам сейчас настроечки моя программа мусорка основанная сейчас я чувствительно соберу я тут просто в железе держу блок сам чувствительность мы уменьшим допустим до девяносто ну давайте девяносто четырех девяносто да хоть и до девяносто ребят 92 там у нас было 22 давайте до 90 это на основе программа 3 чувствительная полифония частотный сдвиг уровень железа 1 скорость 4 звуковой отклик 5 дискрим минус 64 профи полная тона отсечение буты пробок от бутылок 0 метка выключена беззвучный 3 обзыва мы а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А давайте-ка постебемся. Это у нас была, как вы видели, скорость 4, скорость 3. Три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, друзья, всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, те терпеливые и внимательные зрители, кому действительно нужно было вот прям разжевать про эти два и не только эти два прибора, остались довольны, получили массу информации. Ну, а те, кто что-то на перемотке или выключил посреди видео, они ничего не узнали и не поняли, но, видимо, им и не особо это было нужно. Не забываем подписываться на канал. Жду вас, как всегда, в комментарии. Пальчики вверх. Буду благодарен за барские лайки. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok